Добрый день еще раз всем. Меня зовут Евгения. Рада вас приветствовать на онлайн-конференции в рамках проекта «Маяк. Российские достижения», который соединит сегодня у нас Россию и Малайзию. Напоминаю, что у нас доступен синхронный перевод. В чате подробные инструкции, написанные, как им воспользоваться, с русского на английский и с английского на русский соответственно. А теперь хотела бы представить уважаемых модераторов. Это Николай Николаевич Миклуха Маклай, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковения РАН, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. И Светлана Николаевна Ковалева, советник посольства России в Малайзии и руководитель Русского дома в Куалово-Упоре. Добрый день. И Николай Николаевич, хотела бы передать вам слово. Евгений, большое спасибо. Спасибо за то, что вы нас всех собрали, потому что всю техническую практически часть осуществляла Евгения, поэтому в течение всего этого времени она будет нас вести. Но в первую очередь я хотел бы поблагодарить за то, что мы с вами собрались в день, когда все отдыхают, когда праздник. Очень многие по разным причинам не смогли именно в этот день, но оставили заявки и просили, чтобы им потом отправили их материалы. Я хотел бы в первую очередь, конечно же, поздравить с Днем Народного Единства. Сегодня в России это большой праздник. Россия огромная страна, самая большая, вы знаете. Более 190 национальностей в нашей стране, которые объединены тем, что мы живем в мире дружбы и согласия. И я хотел бы поздравить всех россиян с этим праздником. И, конечно же, тех, кто был в России, конечно, знает и помнит, насколько действительно мы едины во многом. И я буду рад сегодня этим поделиться. И я также хотел поздравить с большим праздником счастливого Дивали, Хэппи Дивали или Дипа Вали. Когда-то я его праздновал в Нью-Дели. Это было в 2000 году, аж 21 год назад. Это был огромнейший праздник, поэтому я понимаю, что это действительно событие. И очень приятно, что несмотря на вот эти праздничные события, мы с вами здесь собрались на этой конференции. Сегодня много людей, которые являются очень профессиональными спикерами, представят нам сегодняшние доклады. И перед тем, как я представлю вам докладчиков, я обязан два слова сказать о том проекте, с которым мы познакомили и который мы запустили, и который нас сейчас и объединил здесь. Поскольку в этом году, год науки и технологий, мы решили запустить проект, проект виртуальной экспедиции. Сейчас очень трудно ездить и путешествовать в связи с коронавирусом и в связи с этими ограничениями. И мы решили сделать сайт, на котором можно путешествовать от достижения к достижению, которые были сделаны в России за последние 20 лет. Мы выбрали только 15. Их достаточно много, но только 15, о которых хотели бы рассказать. Выяснилось, что рассказать есть много о чем. Но для того, чтобы дать это в удобной форме, мы сделали короткое видео и небольшую информацию в текстовом формате. Я бы хотел вам ее продемонстрировать. Евгений, помогите мне с презентацией тогда. Это сам проект, который мы запустили. Называется он «Маяк российских достижений». Если вы видите, «Маяк» – это ориентир. Вот сзади меня как раз есть тоже «Маяк». Это для меня ориентир. И он позволяет нам ориентироваться на те достижения, которые есть в разных сферах. Вы прекрасно знаете, что открытие рождается у людей, имеющих широкий кругозор. И, конечно, хорошее образование. Поэтому, безусловно, важно получать хорошее образование. И сегодня мы об этом будем говорить. Евгений, пролистайте, пожалуйста, еще один слайд. Здесь мы говорим о достижениях, о которых я уже ранее сказал. И одно из них представлено в виде видеофайла и текстового, которое можно будет посмотреть на сайте. Вы сегодня сможете ознакомиться. Или в последующем мы вам скинем эту информацию. Дальше у нас как раз идет информация о том, что действительно вы прекрасно знаете, что Россия много сделала в плане изучения и вложила ученые, российские известные по всему миру, работающие совместно с зарубежными учеными. И в этом как бы и задача нашей конференции – объединиться в исследованиях мира, посмотреть, в каких областях мы могли бы сотрудничать. Ну и по поводу, конечно же, образования, то, что я сказал. Широкий кругозор – это возможность узнать о различных достижениях. И хорошее базовое образование позволит, может быть, вам через некоторое время, а точнее некоторым слушателям, которых мы привлечем, встать в ряду тех открытий мировых, которые вообще признаны и которые, может быть, помогут миру для того, чтобы развиваться более гармонично и хорошо. И следующий слайд у нас – это наших партнеров. Я бы хотел, чтобы мы понимали, что сегодняшняя конференция – это первый шаг для того, чтобы мы узнали больше о российском образовании, узнали больше о возможности изучения русского языка. У нас сегодня поэтому и язык конференции русский, чтобы многие могли его услышать и воспринимать на слух. И на сайте точно так же все есть на русском языке, но точно так же есть субтитрирование на английском, и вы всегда с этим можете ознакомиться. Я буду рад, если мы, соответственно, сможем благодаря этому проекту обогатиться и узнать больше, а благодаря конференции, соответственно, познакомиться с партнерами, которые в дальнейшем смогут помочь развиваться по своим направлениям. Их конкретно сегодня вы увидите. Я хотел бы их представить, потому что мне, конечно, повезло быть модератором. Большое вам спасибо, Евгений, что меня представили. Сейчас я перейду к тому человеку, которого уже Евгения представила. Это Светлана Николаевна Ковалева, советник посольства России в Малайзии, руководитель Русского дома. Я бы хотел, чтобы я сейчас перечислил наших спикеров, и вы просто подняли руку для того, чтобы мы могли всех знать, а потом уже нашим слушателям было легче с вами общаться, чтобы они видели вас в лицо хотя бы вот таким образом. И, конечно же, большая честь – это представить почетного консула России в Пенанге, господина Лео Сен-Гли. Большая честь, что вы здесь. Большое спасибо, что вы нашли время для того, чтобы быть здесь. Специалист по связям с общественности ассоциацией выпускников российских высших учебных заведений. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет, Корабелку. Кстати говоря, какое-то время я тоже там учился на Ленинском. Да, наверное, вы учились? Да, да, да. Я учился на специальности 1402 Корабельная энергетика пару лет даже. О-о-о. Вот, потом ушел оттуда. Но вы большой молодец, это хорошее заведение очень. И мне очень приятно представить его. Это Мухаммад Абду Рауф Бен Мухаммад Фердаус. Я надеюсь, что я был правильно и представляю вас. Большая честь, что вы сегодня с нами. София Генни-Пале. Это кандидат исторических наук. Представляет Центр изучения Южно-Океанского региона. И также работает как сотрудник Центра изучения Южно-Восточной Азии, Австралии, Океана, Института Востоковедения РАН. Ученый-секретарь Ассоциации исследователей Южно-Океанского региона. Человек, который достаточно много сделал и вложил в развитие научных направлений по этой линии. Поэтому сегодня нам повезло, что София Евгеньевна нашла возможность выступить и рассказать о своем опыте работы и поделиться сегодня. София Евгеньевна, помахайте рукой, чтобы вас все видели. Евгения Сергеевна Кукушкина. Это заведующая кафедрой филологии стран Юго-Восточной Азии, Кореи и Монголии. Доцент и человек, который сегодня нам расскажет великолепнейший доклад, который будет уже в области нашего российского образования, изучения русского языка. Поэтому большая честь. Пожалуйста, помахайте рукой, чтобы мы вас видели. Мамаева Анна Владимировна, имеющая большой опыт, мы с ней работали и в том году, и сейчас она слебезно согласилась. Старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного Петербургского государственного университета путей сообщения из Петербурга. Передает нам привет. Пожалуйста, где вы, Анна? Чтобы вас все видели. И Артем Юрьевич Рекун, проректор по международным связям Томского государственного университета. Большая честь, что вы с нами. Мы сегодня будем вас слушать. Я хотел бы, чтобы все поприветствовали и мы знали, что вы с нами. Большое спасибо. Оксана Викторовна Поцелан, начальник отдела рекрутинга иностранных студентов. Это Томский государственный университет также вместе с нами. Мы с вами. И я очень рад, что вы здесь. Сергей Александрович Зарянский, специалист Центра международной студенческой мобильности и рекрутинга Уральского федерального университета. Вы с нами. Большое спасибо, что вы присоединились. И вы, как и все почетные гости здесь, и спикеры нам очень важны и нужны. Анна Евгеньевна Володкина, заведующий, прошу прощения, ведущий специалист Дальневосточного федерального университета. Сегодня она будет здесь и давать комментарии. Я специально вам представил всех, для того, чтобы мы понимали, что это и возможность дальнейшего коммуникации по разным направлениям, которые выберут наши коллеги для дальнейшего сотрудничества. И сейчас я, соответственно, передаю слово почетному консулу России в Пенанге, в Пенанге, господину Тео Сен-Гли. Тео Сен-Гли, я даю слово. Слышно ли меня? Да, Тео, у вас отлично слышно. Хорошо. Первым делом я хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Я только 48 часов назад узнала в этой встрече, но я в любом случае очень рад быть здесь. И я очень рад, что у нас здесь очень много представителей лучших лидирующих университетов. И очень здорово видеть здесь своих друзей, например, Артема. Я уже знаком с вами несколько лет. Приветствую вас. Любопытно то, что как раз две недели назад, в прошлом месяце, я участвовал в круглом столе. Он был посвящен вопросам русско-азиатской конференции. Это было организовано МГИМО. Мы говорили о повороте России в сторону Азии. Конечно, многие из моих коллег считают, что в прошлом уже многое было сделано. Но в реальности, на деле же, проделано еще очень мало работы. Есть мало свидетельств, потому что народ в азиатском регионе по-прежнему очень мало знает о России. Я высказался и сказал о необходимости повышать осведомленность о России. Особенно в области образования. И в этой области я уже работаю 25 лет. И я всегда думал и продолжаю считать, что образование и культура – это два самых важных инструмента мягкой дипломатии. Почему? Когда мы говорим о странах, мы говорим всегда о дипломатии. Когда мы говорим об отношениях между странами. Такие страны, как Австралия, англосаксонские страны. У них всегда очень сильное влияние, особенно в Малайзии было. Это связано с тем, что они очень сильно работали в сфере культуры и образования. Поэтому мне особенно отрадно видеть, что многие из вас представляют именно научные институты, именно образовательные учреждения. Поэтому необходимо усилить свою деятельность. Поэтому я должен сказать, что в Кремле, в других центрах, должны направлять больше ресурсов именно на эти две сферы – культуры и образования. Сегодня мы видим много войн, и это вызывает обеспокоенность. Квад, Окус, Непал. Теперь мы слышим о том, что происходит в Черном море. Это все не нужно. И я часто повторяю. На то, чтобы направить одну ракету, эти средства, которые для этого необходимы, лучше бы направить на образование. И я могу говорить об этом бесконечно. Конечно, многие тоже хотят высказаться. И я хотел бы, наверное, на этой мысли и закончить свое выступление. Это... Я хотел бы... Перефразировать слова Конфуция. Закладчика, плохо слышно. Давайте же нацелимся больше на образование. Давайте же поможем России сделать этот разворот в сторону Азии благодаря образованию. Спасибо большое. Большое спасибо. Большая благодарность вам за эти слова, потому что действительно основа, наверное, давних отношений и культурных связей позволяет уже и выстраивать экономические отношения. Ну и самое главное, доверие. А это очень важно во всех сферах. Мне очень приятно сейчас представить советника посольства России в Малайзии, руководителя русского дома в Куалумпуре. Также модератора, как мы представили сегодня, Светлану Николаевну Ковалеву. Светлана, пожалуйста, ваше слово. Прежде всего, я бы хотела бы спасибо вам, мистер Тео. Спасибо большое. И, конечно, это очень ответственно, очень волнительно говорить после человека, после приглашенного гостя, который многие десятилетия работает на благо отношениям России и Малайзии. Но я попытаюсь это волнение преодолеть и в первую очередь поздравить российскую сторону с Днем Народного Единства. Гостей, которые присоединились из Малайзии с фестивалем, который охватил почти всю Малайзию. Это праздник Дипавали. Я вижу, что сегодня среди приглашенных гостей есть сотрудники русского дома в Малайзии. Я очень благодарна каждому из них. А также вижу своих коллег из русского дома в Ходжанте. Ходжант, Ходжент. Я всем говорю здравствуйте и теплые мои пожелания в адрес каждого. Конечно, формат нашей конференции, он, может быть, предполагает подготовленную заранее четкую речь, четкое выступление. Но я который раз уклоняюсь от этого, потому что я вижу среди наших участников всех наших друзей. Это люди, с кем мы сотрудничаем ежедневно. Я рада приветствовать наших граждан, наших соотечественников. Участников, соотечественники, которые проживают на Пенанге, или как они меня корректно поправляют в Пенанге. И, конечно, зачитывать вам формальную официальную речь о том, что нами было выполнено, о том, что мы планируем, я не считаю правильно. А хотела бы сказать, что действительно русский дом в Куала-Лумпуре, или как раньше мы носили название, российский центр науки и культуры, а еще прежде советский культурный центр, это одно из представительств Россотрудничества. Россотрудничество – это специальный федеральный орган власти, агентство, подведомственное министерство иностранных дел Российской Федерации. Поэтому, с одной стороны, я являюсь руководителем Русского дома в Куала-Лумпуре, а с другой стороны, представителем посольства Российской Федерации в Малайзии. И сегодня я имею честь передать приветственные слова чрезвычайно полномочным посол Российской Федерации в Малайзии, Наил Мазбутович Латыпов. Он всегда поддерживает наше мероприятие, но сегодня есть определенная причина, по которой он нам передает приветственные пожелания. Круг задач у центра, который работает в Малайзии, довольно широкий. Если мы упомянули советский культурный центр, то, конечно, и задача, и формат работы строился в одном русле, в одном направлении. Российский центр науки и культуры работал по-другому. А вот задача нашего руководства Русского дома в Москве, нашей штаб-квартиры, главного центра и наших представительств сейчас мы пытаемся выстроить по-другому. Быть более современными, быть более привлекательными. А я со своей стороны еще добавила, что мне очень хотелось бы, чтобы с каждым из вас у нас выстроились конкретно у нашего центра, у нашего представительства доверительные и добрые отношения. Я, конечно, должна сказать о том, что есть ряд добрых звоночков, хорошая информация, и о том, что если многие годы, несколько лет подряд, квота на прием по линии правительства Российской Федерации, на прием на обучение в российских вузах, бесплатно, без экзаменов, по квоте правительства, она составляла 10 мест ежегодно. В этом году она увеличена в три раза, и уже 30 кандидатов мы надеемся отправить на следующий академический год, и в этом году также мы отправляли уже с учетом увеличения на обучение в российских вузах. Я очень хотела бы, чтобы в числе тех вузов, которые примут наших студентов, был и Томский государственный университет, и Институт страны Азии и Африки, вижу, Евгения Сергеевна Кукушкина. И эта работа, конечно, она заслуживает большого-большого внимания. Я не буду говорить о том, что, конечно, мы должны проводить большое количество выставок, чтобы в первую очередь, и я говорила, и многие из вас слышали на конференциях, на предыдущих встречах, о том, что очень больно слышать от местных граждан о том, что они не знали о работе Российского центра науки и культуры, или мало знают вообще о России в целом, где даже находится Москва, и какие отношения, какие страницы истории печальные или добрые связывают наши страны. Вот это все мы будем делать, и я надеюсь, что с вашей помощью, с помощью каждого из вас. Николай Николаевич, огромное спасибо вам за поддержку, за то, что благодаря вашей работе мы уже второй год подряд имеем возможность собрать действительно друзей и обратиться по-честному. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Очень рада себя. Поэтому большая честь, что вы с нами, и как человек, который не один раз ездил на Ленинский проспект 101, расскажите, как же в Петербурге, как в России. Всем здравствуйте. Очень рад сейчас с вами здесь быть. Давайте я сейчас немного рассказать о себе, и потом я бы хотел рассказать о нашей ассоциации выпускников, и потом, как пригодился наш период жизни в России. Так, о себе. Меня зовут Рауф, я из Валумпура, я родился и вырос здесь. Учился в Санкт-Петербургском морском клиническом университете. Я учился в Санкт-Петербургском институте технологии за четыре года. Я учился в 2014 году на карабостроении. А сейчас работаю инженером. Если я хотел говорить или рассказать о своей жизни, своей веселой, незабываемой жизни в России, то это будет очень долго. У меня столько вспоминаний, столько интересных событий. Поэтому сейчас, это будет в другой раз. Это будет очень долго. Сейчас хочу немного говорить об ассоциации выпускников. Так, у нас сейчас есть ассоциация выпускников русских университетов. Но пока, а кто там входит, вот сейчас, сейчас только мы состоимся из выпускников двух российских университетов. МАИ и СМТУ, или Московский авиационный институт и Санкт-Петербургский морской клинический университет. Но вот мы хотим потом пригласить и других. Да, вот тех, кто и на медицине учился, и тех, кто учился на других курсах. Но вот пока, может быть, они пока нас не знают. Ну вот, поэтому сейчас, пока у нас всего, у нас сейчас 437 человек. Вот, и я думаю, что с помощью российского центра в Малайзии, да, мы станем больше и больше. А какие у нас задачи, да, ассоциации? Ну, у нас есть много задач, но я скажу, самую главную цель, да, это поддерживать отношения России и Малайзии во всех сферах бизнеса и отраслей. Мы знаем, что русский язык, это тяжелый язык, да, и большинство наших людей, да, не понимают русский язык, не знают русский язык. Поэтому мы, как бы, мы знаем русский язык, да, и у нас разные профессионалы, то есть некоторые из нас работают в сфере нефтегазовой промышленности, как я. Да, а некоторые у нас тоже работают в авиации, и даже есть кто работает в сфере образования, образования. Вот мы думаем с ассоциацией, думаем, помогать, да, как можем, и поддерживать русским компаниям и малайзийским компаниям, как бы, от нас связаться. То есть, и, конечно же, тоже помогать, да, русским центрам, поделиться русской культурой малайзийским, вот, с малайзийскими. Так, ну, это так. А какой у нас опыт пока есть? Ну, мы уже, у нас уже были встречи и связи, да, с некоторыми людьми. Есть, так, были встречи с MRBC, если вы знаете, это будет по-агглийски Malaysia Russia Business Council. Вот, да, и у нас тоже были встречи с Министерством международной торговли и промышленности в Малайзии. И тоже были встречи с торговым представителем Российской Федерации в Малайзии. С Максимом, да, Максим вроде зовут его. Да, и тоже, и, конечно же, были встречи с нашей любимой Свердландой Малёвой. Да, и мы планируем делать программу в будущем, чтобы, ну, чтобы рассказывать людям о России, о русской культуре и о русском образовании. Так, а когда мы встретились с этими людьми, с MRBC, с Министерством, мы, большинство, обсуждали о сотрудничестве. Сотрудничестве и о том, что мы будем делать вместе в будущем. Планируем помогать всегда, то есть мы всегда готовы помогать, если кому-то нужно помочь. Например, если есть какие-то компании малайзийские, да, хочет, например, делать бизнес в какой-то русской компании, мы вот, да, мы готовы помочь. То есть у нас есть, как бы, кто-то работает в авиации, например, и кто-то там работает в других сферах, в других сферах. Вот. С таким знанием мы думаем, поможем. То есть как можем, да. Я очень рад и благодарен за то, что дали шанс учиться и жить в России. Вот. Для меня не зря учиться в России. Вот там меня встретились с многими добрыми людьми. То есть сейчас у меня просто к российским гражданцам. Очень хорошее. То есть сейчас хорошо, очень хорошо отношусь к русским людям. Вот. Потому что когда я был там, мне помогали и, как бы, приняли как свой. Вот. Поэтому, да. Я раньше думал не так, да. Перед тем, как прилетел в Россию, я вот думал что-то другое. Я вот думал, может быть, там люди не очень добрые, не очень, как бы, дружительные, да, не очень любят иностранцев, особенно азиатских, вот. А так, наоборот, да, приехали, познакомились, подружились, узнал, что не так. На самом деле не так, да, вот. Россиян или русские, они на самом деле такие открытые и понимающие, да, можно так сказать. Вот. И за все это время я успел узнать культуру и людей. Сейчас в Малайзии много компаний ищет русскоговорящих. Вот я даю пример. Я вот сейчас работаю в компании, у которой есть русский партнер. Наши партнеры в Москве, да, вот. И мы, как бы, привезли российскую технологию в Малайзию. Да, мы, как бы, сейчас даем услугу российской технологии. А так, меня несколько раз, несколько раз звали на интервью. Эти компании, вот, где эти компании, кто ищет русскоговорящих. Поэтому, да, очень выгодно и думаем, мы очень сейчас в востребовании. Вот. Огромное спасибо. Вы действительно... Да, давай. Все, я сейчас в конце. Вы не начали рассказывать. Вы в общежитии там остановились недалеко, да, там? Да, 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 в общежитии, да. Ну, так там вообще великолепно. Я мечтал бы там остаться. Мне, к сожалению, в самом петербуржец. И когда я смотрел, как там живут в общежитии, насколько там хорошая компания и русские девушки. И это вообще просто мечта. То есть, понимаете... Да, это да, мечта. Это мы наставились, конечно. Почему я вас и сказал сразу же, вот, вам помогали как своему, что вы наш русский. Потому что, ну... Спасибо. Когда вы говорите уже по-русски, вы уже начинаете думать по-русски. Но единственное, что, конечно, говорить о том, что язык сложный, если ты находишься в среде, то всему адаптируешься. И сегодня мы узнаем о том, что язык... И на нашем сайте, кстати говоря, мы показали примеров, которые показывают, что язык не такой сложный. Потому что если человеку ставить сразу же... И рассказывать о том, что он сложный, наверное, ну, он не будет начинать его учить. Пугать. Ну да, я думаю, что это хорошее, да, поможет, да, вот, поможет нашим людям узнать, что на самом деле русский язык не такой сложный. Да. Да. У нас много есть компаний, которые заинтересованы сотрудничать. Спасибо, что вы упоминали экономическую сферу. Я сразу же скажу, поддерживает и готовы сотрудничать даже российский экспортный центр на уровне больших и глобальных компаний. Помимо всего прочего, торгово-промышленная палата и центр «Осиан», который занимается непосредственно всем этими направлениями. Поэтому сегодняшняя наша встреча. Хорошо, что мы увидели вас, вы увидели наших партнеров. Кого-то вы не увидели прямо вживую, но они здесь с нами. И мы уже можем после этого начинать сотрудничество следующей конференции, переговоры и далее. В этом и цель. Тем более, что у вас 437 человек, которые в ассоциации, я считаю, это потрясающе. Это еще мало. Вы им отправьте, пожалуйста, ссылку на то, чтобы они посмотрели наш проект про достижения. Не забудьте. Хорошо, хорошо. Просмотров, пока мы не увидим, мы начнем переговоры насчет бизнеса. Потому что начало образования, вы помните. Значит, мы переходим, конечно, к следующему спикеру. Потрясающе нам повезло, что она сегодня смогла быть здесь, София Евгеньевна Поле, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. София Евгеньевна, пожалуйста, я вас уже представлял до этого ваш доклад. Здравствуйте. Очень рада оказаться среди участников. Огромное спасибо. Очень приятно было всех услышать. Я надеялась встретить очень душевных людей в этой конференции. И моя надежда сбылась. Большое спасибо еще раз. Я сама историк, и поэтому начну с маленьких исторических фактов, которые, в принципе, есть, конечно же, в Екифейде, но не совсем они там есть. Еще раз хочу просто напомнить, что между СССР и приемницей СССР Российской Федерации дипломатические отношения между Малайзией и тогда СССР были установлены в 1967 году, очень как бы давно сейчас уже с наших времен, это кажется. И, однако, встреча лидеров двух стран произошла только в 2002 году, потому что отношения были осложнены войной в Афганистане, в которой СССР участвовал в 80-е годы, чуть-чуть охладили эти отношения. Но успели эти отношения сложиться в 1970 году, когда впервые четыре российских студента были отправлены учиться в университет Малайи, в Малайзию, и эти четыре студента в 1970 году туда съездили, вернулись, и два из них стали очень хорошо заниматься в Малайзии. Это выдающиеся люди, потрясающие. Еще раз напомню, они закончили институт стран Азии, Африки, Московского государственного университета, и я имела честь там тоже учиться. И так получилось, что сейчас я работаю в институте Востоковедения в отделе Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Я сама сейчас занимаюсь океанией, но я очень люблю Малайзию. Это моя любовь, которая практически с детства, а именно с четвертого курса института моего, я была там на африканистике. Вот, тем не менее, извините, сейчас я заткнулась в два слова о том, кто были эти студенты. Это был в первую очередь Виктор Погадаев, которого я лично тоже знаю, пили с ним чай в нашем отделе Юго-Восточной Азии, Австралии и Океани. Человек мне показался очень интересный, очень необычный. У него блестящий совершенно подход к жизни и хорошая душа у этого человека. Он работал преподавателем русского языка в университете Малайи. И сейчас он там профессор. Целых 15 лет подряд, в 2000-е годы, в 2001-е, кажется, по 2016-е. Сейчас он в нашей стране снова преподает малайский язык студентам русским. Говорит, что немножечко спрос упал, потому что сейчас английский язык популярен больше по всему миру. Но культурные связи, он считает, развивается очень активно. Связи не только культурные, но и образовательные, и коммерческие, конечно же. И я очень рада, что встретила этого человека. А самым главным малазистом в нашей стране, конечно же, является Татьяна Дорофеева, создательница словаря. Я совместно с участником, как я понимаю, нашей конференции Евгенией Сергеевной Кукушкиной. Очень рада ее лично видеть. Спасибо большое, что я вас вижу. И, видимо, Евгения Кукушкина расскажет подробнее, конечно же, о деятельности кафедры и так далее, и Институте стран Азии и Африки. А что касается меня, почему я так, извините, на себе зациклилась на том, что я сейчас занимаюсь океанией. Раньше я закончила по африкамистике направления, потому что я закончила вуз как раз в 1998 году. Это был четвертый мой курс, последний курс. И на этом курсе состоялись как раз всемирные, первые в мире юношеские спортивные олимпийские игры. Их устроила Москва и собрала участников из всех возможных стран мира. То есть это были на самом деле олимпийские игры, но участники были подростки, где-то лет от 14-15 и до 18 лет. Это будущее на самом деле спортсмены, которые будут участвовать в дальнейшем в олимпийских играх. Это был 1998 год. И организаторы не очень разбирались, что такое африканистика. И вместо того, чтобы меня волонтером направить на группы спортивные по Африке, они меня почему-то зачислили в Малайзии. Я не очень поняла, почему Малайзия. Я не знала тогда ничего о Малайзии. Я не знала, какие это люди. То есть если с африканцами мы через посольство как-то общались, я знала, что это очень веселые ребята, с ними будет весело. Я знала уже много что про Африку. Я хотела бы попрактиковать язык африканский. Но вдруг Малайзия. Я пыталась перейти, но мне сказали все. Уже все, печать поставлена. Менять ничего нельзя. И поэтому мне пришлось познакомиться с Малайзией ближе. И после того, как я 20 дней была волонтером в малайзийской группе спортсменов, я полюбила Малайзию так, что я пришла в институт и хотела еще раз пройти курс, но уже с малайзийским языком. И я хотела жизнь посвятить Малайзии. У меня получился там один друг и одна подруга. С другом я переписываюсь где-то год, а с подругой лет 10, пока не придумали социальные сети. Теперь я вижу ее жизнь в фотографиях, в социальных сетях. И я, получается, на протяжении 10 лет наблюдала Малайзию изнутри. Как малайзийское правительство выплачивает зарплаты? Какого уровня зарплаты? Я поняла, что зарплата выше, чем у нас. Это даже порадовало, честно говоря. Я смотрела отношения между людьми, отношения между тремя основными группами малайзийского. Китайцы, Индия и малайзийцы, собственно, малайзийцы. Я узнала, что это очень умные, очень интересные люди. То есть мое восхищение Малайзии после встречи с малайзийской группой спортсменов никуда не делась. И только растет, растет и растет. И при возможности мне бы, конечно, хотелось посетить эту страну лично. И хотел бы показать фотографии этих Олимпийских игр. Они у меня остались. Вот тренер, который в малайзийской одежде. Это тренеры. А это наши русские тренеры. Оказывается, наши российские тренеры там отлично тренировали эту команду. И их спортсмены завоевали золотую медаль. Вот этот мальчик, Зайфул его звали. Он с золотой медалью. Вот он. У него берут автографы. Наши спортсменки. И вот его тренер, малайзиец, который как раз принес ему золотую медаль. И поэтому огромное еще раз спасибо за внимание. Еще раз большое спасибо за Малайзию. А насчет русского языка, возможно, он не самый простой. Но его способны изучить очень умные люди. Например, такие, как спикер предыдущий, Мохаммад Абдул-Рау. Большое спасибо. Я услышала падежи. Падежи русского языка это не очень просто. Но он справился. И это говорит о том, что малайзийская нация одна из самых умных на планете. И мы очень, я лично очень рада. Спасибо. Со сотрудничеством. Большое вам спасибо. Я немножко перерываю вас, чтобы нам каждому хватило времени. Спасибо. И мне подытожить, во-первых, я хотел поблагодарить вас не за общую речь по поводу нашей дружбы между Россией и Малайзией, а о тех деталях, которые, и той личной истории, которая у вас есть. Вы знаете величие людей. Вот, например, мне как-то сказал, вот вы знаете, что Миклуха Маклай тоже связан с Малайзией. Это мой двоюродный прапрадед. И мы до этого проводили насчет этого конференцию. Мне понравилось по поводу того, что один из ученых сказал, вы знаете, вот он, наверное, является выдающимся великим ученым по той причине, что он описывал частности и детали. Он описывал абсолютно четко каждого человека во всех деталях, описывал, прорисовывал и рассказывал его истории, или же рассказывал какой-то предмет. И вот вы знаете, когда только мы описываем и рассказываем не просто общую историю, что у нас есть 40 лет, или 50, или 100 лет наших отношений. А вот эти вот личные истории, это самое главное и ценное. Также вот мы подтвердили, что у вас, благодаря нашей теплой встрече в России, что благодаря вашей встрече с прекрасными ребятами, которые были на соревнованиях, у вас появилась такая большая любовь. Я предлагаю сделать очень простую рубрику. Вот у вас была тема из истории связей России и Малайзии. Вот я предлагаю сделать такую рубрику. Вот пока у нас идет проект до конца года. Тем более, что у вас есть вот большая ассоциация. И у нас есть на социальных сетях, у нас есть социальные сети российские деятели науки и культуры, у других есть социальные сети, где мы можем публиковать Россия и Малайзия «История в лицах». И мы можем здесь «История связи в лицах», что через личные встречи, личные истории мы поддерживаем те хорошие добрые контакты, которые, кстати говоря, вот говорили до этого наши коллеги. Я сейчас хочу передать слово специалисту, который развенчает все мифы, самое главное, по поводу русского языка. Вы практически даже сейчас можете выключить перевод на английский, если вдруг у кого-то есть, потому что к концу ее речи вы будете практически говорить на русском языке. Это Анна Мамаева. Давайте мы ее поприветствуем. Здравствуйте. Ну, мы сегодня с вами поговорим совсем немного, а начнем мы с вами с алфавита. Дело в том, что сегодня, можно сказать, красной нитью проходит идея культуры, языка. А известно, что язык и культура взаимосвязаны, потому что язык – это реализация нашей картины мира, и знакомство с любым языком начинается с его алфавита. И всегда, когда иностранцы смотрят на русский алфавит, думают, ой, как трудно, как сложно. Но на самом деле мы сейчас с вами узнаем, что это не так трудно, тем более, если вам знаком латинский алфавит, за основу можно взять английский, немецкий, любой другой язык, то мы с вами увидим, как легко, и может быть даже к концу моей презентации вы это тоже сделаете, выучить русский алфавит. Есть разные способы, как можно выучить. Мы рассмотрим один из них. Можно разделить русский алфавит на четыре типа. И первая группа – это так называемые друзья. Если вы видите, вот это буквы, которые и в русском, и в латинском алфавите одинаково пишутся и одинаково произносятся. То есть это К, О, М, Е, Т, А. И мы можем даже вместе с вами прочитать. У нас получилось даже русское слово комета. Мы ее видим здесь, комет. И здесь все достаточно просто. Я думаю, что каждый из нас может запомнить эти слова. Вторая группа – это ненастоящие друзья. Эти все буквы есть в латинском алфавите, но в русском произносятся иначе. Это н, в, р, с, у, х. Но если мы с вами потренируемся и запомним, тоже будет достаточно просто это все запомнить. Третья группа – так называемые новые друзья. Символы новые, а звуки старые. Нам нужно всего лишь запомнить новый вид знакомых звуков. З, И, Л, П, Ф, Э, Б, Г, Д. Как вы видите, всего лишь нужно немножечко потренировать свою память. И последняя, четвертая группа – да, вот они вызывают некие сложности, потому что это группа незнакомца. Это новые символы, но многие звуки также встречаются в других языках, и поэтому не возникнет больших сложностей. Й, Ж, Й, С, Ч, Ш, Щ. Твердый знак, мягкий знак, И, Ю, Я. Да, я думаю, русские коллеги заметили, что я произносила не буквы, а звуки, потому что когда мы изучаем язык, нам важнее знать звуки, а не буквы, потому что для носителей языка, конечно, мы учим алфавит А, Б, В, но для иностранцев важнее, как звуки, именно как произносятся, а не как мы обозначаем те или иные буквы. Поэтому так проще и быстрее буквально за одно-два занятия запомнить основные звуки и уже пытаться складывать их сначала в слоги, а потом в слова. Это если кратко. Я думаю, что если возникнут вопросы, мы всегда можем на них ответить. И я думаю, что Николай Николаевич не даст соврать. Наш опыт совместный обучения иностранцев, в частности в Попо-Нолуглине, показал, что буквально за одно занятие уже можно научить элементарным фразам, чтению и письму. У нас наши, ваши подопечные, которые учились, пели, между прочим, на третье занятие гимн России. И когда это было записано абсолютно без какого-либо произношения, сказали, это что, какой-то голос за кадром, что ли, они просто рот открывают, потому что никто не поверит, что у них настолько хорошо поставлено произношение, потому что вот именно за счет звуков. Да, я наблюдал сам лично, было неудобно, потому что так они быстро начинали говорить по-русски, что это правда, это действительно правда. Но у нас на сайте есть, между прочим, несколько примеров. И если вам будет удобно, вот тот сайт, который я вам порекомендовал, это, в принципе, тот сайт проекта, который имеет смысл посетить. Там есть образование, и там есть ряд примеров подтверждения тому, что сказала как раз Анна. Ну а по поводу уже того, как научиться, вы уже поняли, что намного проще, чем вы думали. Просто надо действовать по специальной схеме. Теперь я хочу представить, нам очень повезло, потому что тема выступления образовательной и исследовательской возможности ведущего ВОЗа региона России, это Томский государственный университет, и сегодня нам представляет его Рекун Артем Юрьевич и Пуцелана Оксана Викторовна. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие коллеги. Огромное спасибо, Николай Николаевич, Светлана Николаевна, за вашу работу и за сегодняшнюю встречу, за то, что собрали таких замечательных людей, некоторых из которых я вижу уже во второй раз, а некоторых действительно, как дорогой Ли, мы уже знаем друг друга несколько лет. Отлично. Коллеги, я тогда буду говорить по-русски, но презентация на английском языке, поэтому на всякий случай мы имеем вот такой дубль, плюс я уверен, что замечательный синхронный перевод. Итак, наш университет, это главный корпус, он был открыт в 1878 году указом императора Александра Второго. Это было время наибольшей такой и достаточно успешной геополитической активности России, в том числе работы вот с тем регионом, где находится Малайзия. Корпус замечательный, мы им очень гордимся. Он был открыт, именно этот корпус, чуть позже, через 10 лет, в 1888 году, и это типичный образец западноевропейской университетской архитектуры второй половины XIX века. Немножко стоит сказать о городе, где находится наш университет, потому что город сыграл большую роль. Это был один из редких случаев, когда горожане пожертвовали существенную сумму, примерно четверть стоимости университета, и поэтому его открыли у нас, а не в соседнем Омске. Город единственный в России может соответствовать понятию college town. Почему? У нас очень небольшое население, всего 500 тысяч, но треть это студенты, которых около 80 тысяч. Это люди, которые работают в университетах. У нас 6 университетов всего, из них 3 больше 100 лет, и это члены университетских семей. И 4 университета из 6 расположены встык на главной улице, которая когда-то называлась университетский проспект, а сейчас называется проспект Ленина. Вот ее как раз вы и видите. И немножечко вот в самом-самом конце, если смотреть вдаль, там такая башенка. Это наша научная библиотека, моего любимого ТГУ. Вы видите, что наш университет занимает 85 место по рейтингу QS среди лучших университетских городов, и третье место в России, ну, понимаете сами, после Москвы и Санкт-Петербурга. Это очень толерантный город, очень безопасный, и с большим количеством людей, говорящих по-английски. По крайней мере, вот этот университетский район именно такой. Естественно, что когда университет был открыт, он играл очень важную роль для того, чтобы нести просвещение, создавать квалифицированные кадры для гигантской территории от Урала до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до южных границ Российской империи. Примерно лет 20 других университетов в этом районе не существовало. И поэтому, конечно, к нам приезжали разные светилы, работали у нас. Вот здесь трое нобелевских лауреатов, которые работали в нашем университете в разные годы. Это великий физиолог Иван Павлов. Слева фотография. Вы видите, вот он с бородой стоит около стола, на котором собака расположена. Это аудитория, где он сфотографирован, существует до сих пор. Это 122-я аудитория главного корпуса. Она по-прежнему аудитория. То есть там обучаются и сейчас студенты. Анри Дюнан – это основатель Международного общества Красного Креста, почетный профессор нашего университета. И Николай Семенов – это нобелевский лауреат в той области, которую сейчас назвали бы «новые материалы». Но тогда вот термина «smart materials» не было. Новые, собственно, материалы тоже, но он был именно материаловед. Три более таких современных имени – это великий Жарис Алферов, который недавно нас покинул, но он был профессором нашего физического факультета, кроме других своих аффиляций. Читал лекции, был исключительно харизматичным, и нас очень любил, как и мы его. Теренс Винсент Калаган – это известный эколог, член команды Алберта Гора, когда они получали премию за фильм «Inconvenient Truth», Теренс Калаган был там, и, в общем, экологическое направление в нашем университете великолепное, в значительной степени связанное с его именем, но заниматься этим мы стали, конечно, раньше. И Харальд Сурхаузен – это профессор Гейдельбергского университета и сотрудник нашего университета, специалист в области изучения рака. Здесь список наших известных выпускников. Хотел бы обратить ваше внимание на трех премьер-министров или людей, которые находились в ранге очень близком к этому. Это великий юрист Пепеляев, Куйбышев Валериан, Ким Йон Нам, второй по значимости человек в Северной Корее. Совершенно разные политические фигуры, совершенно разные политические режимы, но качество образования было одинаково высоким. И эти люди – те, кем мы гордимся. Вы видите, что здесь список гораздо больше, я его читать не буду, но тут и ректора, это и послы чрезвычайные полномочные, это и члены Конституционного суда, председатель Конституционного суда, индонезийский блогер, у которого была огромная аудитория, один миллион подписчиков. Сейчас он обучается в магистратуре в РУДН, но бакалавриат он закончил у нас. Теперь я хотел бы сказать о рейтингах. Мы в эту игру играем, как и многие современные университеты, понимая ограниченность рейтингов, тем не менее мы понимаем их удобство. Это очень хороший способ первого знакомства с университетом. Вы видите, что мы занимаем место в топ-300 мировых вузов, всего вузов в мире около 40 тысяч, соответственно, мы в первых трех ста. По некоторым позициям еще выше, например, мы занимаем второе место по интернационализации среди российских университетов, а в прошлом году занимали первое. Сейчас МГУ вернул себе первое место, а мы снова опустились на второе. А вот предметные области, которых мы наиболее сильны, это может быть для специалиста даже более важный слайд, чем предыдущий. Вы видите, что они, вообще говоря, охватывают основные сферы классического университета, которым мы являемся. Здесь есть и лингвистика, здесь есть и физика, здесь есть и chemical engineering, ну, химические технологии, наверное, правильно будет сказать, и компьютерные науки. Это все здесь присутствует. И мы, конечно, в этих областях готовы будем работать с малазийскими коллегами. Ну и немножко я скажу о очень важном событии. Три недели назад мы успешно защитили второй этап приоритета 2030. Это новая программа академического лидерства. Вошли в первую группу, заняв так, ну, неофициально, четвертая или третья, Оксан, не помните? Третья, по-моему, даже. Место среди российских вузов, участвовавших в этом конкурсе, это был научный этап. То есть мы защитили свое право заниматься прорывной наукой и соответствующее финансирование. Около миллиарда рублей в год специально на поддержку прорывных научных проектов. Вот они здесь перечислены. И именно в них мы, конечно, были бы заинтересованы в сотрудничестве с малазийскими коллегами, с нашим любимым университетом Science Malaysia, который находится как раз в Пенанге, с Малайским университетом, с университетом Куала-Лумпур, с которыми мы сотрудничаем достаточно давно уже. Это проекты вокруг экологии, вокруг нового социально-гуманитарного знания. Это технологии безопасности, включающие и новые материалы, и анализ больших данных для предотвращения террористических угроз. И это создание биоинженерных новых продуктов, а также большой проект, связанный с экосистемой вокруг нашего университета, созданием большого университета из шести наших на таких федеративных основаниях, когда мы сохраняем свою автономию, но работаем в большой степени как единое целое. И строительством нового кампуса. Мы единственный университет, который получил большую государственную поддержку, 18 миллиардов рублей в этом году. Во время визита премьер-министра Михаила Мишустина было решение, это принято. И у нас сейчас за рекой, напротив нашего университета, строится огромный кампус, рассчитанный на 10 тысяч студентов, и большое количество инновационных всяческих предприятий. Оксана продолжит прообразовательную составляющую. Оксана, пожалуйста. Вот здесь вот немножечко фронтирные исследования наши характеризуются, но я, наверное, пролесну. И вот теперь, что из себя представляет наш университет сегодня в цифрах? Оксана. Наш университет, да, следующий, пожалуйста, представлен на сегодня на которых обучают 15 тысяч студентов, и из них почти 3,5 тысяч иностранных студентов из 70 стран мира. ТГУ предлагает более 200 программ бакалавриата по 150 образовательным направлениям, включая программы на английском языке, список которых представлен на этом слайде. представлен широкий список программ, реализующихся на русском языке. Также хочется отметить, что наша программа аспирантуры для иностранных студентов доступна как на русском, так и на английском языках. Если все-таки студенты интересуют возможность обучения на русском языке, большинство наших программ реализуются на русском языке, но русский язык студентов в курсах по русскому языку, которые включают не только изучение самого русского языка, но и профильную подготовку к вступительным экзаменам. Также изучение русского языка возможно на программах бакалавриата и магистратуры по направлению русский язык как иностранной филологии, в рамках летних и зимних школ, краткосрочных курсов по русскому языку. Мы предлагаем массу возможностей для этого. Вот, коллеги, перед рекой такое высокое здание 16-этажное, это наше общежитие 16-этажное, новое, и слева от него, его не видно, расположено другое из двух корпусов, где у нас в основном живут иностранные студенты. Они живут с русскими студентами, потому что мы считаем, что очень важно создавать интернациональную среду. И между этими общежитиями, примерно вот в 300 метрах от большого общежития Парус, которое вы видите, находится мечеть, и рядом с мечетью находится магазин халяльных продуктов. У нас сейчас их в Томске довольно много, и поэтому, если есть необходимость в них, она тоже может быть удовлетворена. Справа корпус Института экономики и менеджмента, очень популярный среди наших иностранных студентов. И внизу справа наша научная библиотека, здание 1904 года. Старое здание рядом есть, огромное новое, поэтому здесь, скорее всего, если вы поступите, будете проводить достаточно много времени. Вот здесь план нашего кампуса. внизу справа – это новое общежитие с переходами между корпусами. У нас есть еще другие здания, расположенные в других частях города, но вот основные находятся как раз здесь. Еще хотел бы сказать, что наш город не только безопасный и комфортный, но он еще выгоден с точки зрения стоимости проживания. У нас достаточно 200 долларов в месяц для того, чтобы удовлетворить основные свои потребности студенту. Это нас отличает в хорошую сторону от Москвы и Санкт-Петербурга. Города гораздо более дорогие, хотя, конечно, столичные. Когда иностранных студентов спрашивают наших, почему они выбирают Томск, они говорят, что это такой типичный европейский город, расположенный в Сибири, очень комфортный и удобный для того, чтобы именно здесь учиться. И мы, конечно, будем рады видеть студентов из Малайзии и малайзийских коллег, которые к нам приезжают, в частности, из университета Science в Малайзии, для того, чтобы совместно заниматься наукой. Вот условия проживания. Мы, конечно, ориентировались здесь на студентов. Вы видите, цены здесь нет опечатки, цены исключительно низкие. Стоимость общежития, если жить по 3 человека, 4 в комнате, составляет всего 14 долларов США в месяц. Если человек хочет жить один, это тоже возможно, но это будет стоить уже 800 рублей в день, соответственно, где-то около 11-12 долларов в месяц. Если позволите, что-то действительно очень важное давайте дополним, потому что по времени у нас есть коллеги после вас. Если мы просто сейчас не прервемся, то просто не дадим возможности. Все, Николай Николаевич, я закончил. Спасибо большое за возможность выступить. Спасибо за такое знакомство, потому что это действительно интересно. Я хотел бы представить заведующую кафедру филологии стран Юго-Восточной Азии, Кореи и Монголии, Евгения Сергеевна Кукушкина, о которой мы сегодня говорили. И большое спасибо, что вы с нами. Ваше слово. Коллеги, нет звука, по-моему. Так, сейчас все в порядке. Да, видимо, я забыла. Прошу прощения. Да, спасибо. Дорогие коллеги, мне необыкновенно приятно продолжить тему нашу. Я также очень благодарна организаторам за возможность выступить. Тем более, что мое учебное заведение, о котором пойдет речь, уже так получилось, было отчасти представлено, причем очень комплементарно, Софии Евгеньевны, которая вот только что выступала. Это Институт стран Азии и Африки МГУ. Имени Михаила Васильевича Ломоносова. И можно сказать, что, конечно, когда я говорю о своем учебном заведении, то очень интересно дополняет информацию от коллег других наших замечательных вузов. Потому что мы несколько, можно так сказать, с другой стороны строим тоже вот этот вот великий мост взаимодействия и международного сотрудничества. Потому что мы не только принимаем иностранных студентов, но занимаемся изучением, глубоким изучением стран, культур, языков азиатско-африканского региона. Видно из вот этих эмблем, что Институт стран Азии и Африки сравнительно молодой факультет МГУ, моложе самого МГУ почти на 200 лет. Однако востоковедение как дисциплина фактически началось в университете с момента его создания. Просто оно велось в рамках разных факультетов и отделений. Ну а с 1956 года мы существуем как отдельный институт, базируясь вот в этом прекрасном здании справа. Конечно, символ МГУ – это великолепное здание, знаковое здание и символическое на Воробьевых горах, но вот мы зато занимаем старый, здание старого университета, которое смотрит на Кремль в самом сердце Москвы. И в нашем институте охвачены исследованием практически все регионы Азии и Африки. И тут могу сказать, что действительно у нас прекрасные и синологи, и японисты, и арабисты, и африканисты. Но, конечно, по праву, Юго-Восточная Азия в соответствии с ее геополитическим значением, в соответствии с ее огромным культурным наследием занимает очень заметное место. И я счастливо представлять здесь кафедру филологии стран Юго-Восточной Азии, Кореи и Монголии. Всего мы преподаем семь государственных языков Юго-Восточной Азии. Четыре – это языки материковой Юго-Восточной Азии. А в контексте нашего сегодняшнего разговора, конечно, особенно важна Юго-Восточная Азия, островная, известная как Малайский мир, собирательно или поэтически Нусантара. У нас преподается индонезийский язык, ну, малайский вариант индонезийского языка, вернее, нет, вот, индонезийский вариант малайского языка и малазийский вариант малайского языка, а также язык Филиппина, государственный язык Республики Филиппины. Но, конечно, нам сегодня особенно важно поговорить о малайзийских исследованиях. И вот эта старая фотография, также иллюстрация того, о чем уже сказала София Евгеньевна, это группа индонезистов, тогда еще малайзийских исследований не было, где четвертый справа стоит, слева, стоит Татьяна Валерьяновна Дорофеева, а вторым справа Виктор Александрович Погодаев, еще совершенно юный, действительно, после поездки в университет Малайя, стажировки, там они вернулись, и Татьяна Валерьяновна, вот, удивительный, харизматичный, обожающий малайзию человек, смогла тогда совершенно еще, так сказать, молодой пробить эту идею, донести идею необходимости открытия именно малайзийского отделения. И после этого стала создателем учебников. Я имела честь быть ее ученицей, а потом коллегой в течение многих лет. Ну, а о достижениях Виктора Александровича тоже София Евгеньевна сказала. Значит, наши студенты, изучающие малайский язык, могут специализироваться по одной из названных здесь специальностей, изучать историю Малайзии, язык малайский, малайзийский, литературу, экономику или политическое развитие страны. В принципе, все наши студенты, независимо от изучаемого языка, вот, принадлежат к одной из этих специальностей. Ну и, конечно, у нас основной метод, да, основная часть учебного процесса – это лекции и практические занятия, которых много по языку. За те годы, которые существует наша амалаистика, достаточно много уже было подготовлено, да, действительно, материалов в помощь студентам. Это и учебник, и не только этот большой малайско-русский словарь, но целый ряд словарей. Замечательные есть переводы с малайского языка, художественной литературы Виктора Александровича Погодаева. Но, конечно, особую роль играет взаимодействие с носителями языка в любой ситуации. И мы стараемся пользоваться этими возможностями всегда. И здесь как раз и можно вплотную уже говорить о международном сотрудничестве, поскольку вот слева Татьяна Валерьяна Дорофеева в университете Малайя с ее студентами там. Она преподавала там русский язык. После этого я также преподавала в течение трех лет, а потом 15 лет преподавал Виктор Александрович Погодаев. А справа это уже вот московские события. Это одна из наших групп вместе с друзьями, малайзийскими студентами из Академии Сеченова во время одного из мероприятий, посвященных Малайзии. Ну и если говорить уже непосредственно о сотрудничестве с вузами Малайзии, то оно не всегда развивалось у нас ровно. Можно сказать, что был период определенного замирания даже. Несмотря на то, что в общем-то были у нас и взлеты. Вот я сама в свое время очень много приобрела, побывав на такой стажировке. Вот потом некоторый был такой перерыв, но мы наблюдаем вот именно в последнее время, к счастью, очень заметную активизацию малайзийских вузов, их активную позицию и предложение сотрудничества. Вот в январе этого года мы подписали договор с университетом Science на Пенанге. Это замечательно, это наш новый партнер. И фактически одобрены у нас уже договоры с университетом Малайя. Это большое счастье, потому что там по своим нелепым причинам у нас был с ними договор, потом он долгое время не действовал, вот сейчас он должен возобновиться. И новым нашим партнером станет Педагогический университет имени Султана Идриса, знаковое для Малайзии учебное заведение, историческое в Танчжунг Малим в Пераке. И есть еще кое-кто на подходе, но об этом еще скажем отдельно. А вот в научной, именно научной области, очень важно, что в процессе переговоров, обсуждения у нас находится договор не просто с университетом Кбангсан, наверное, вторым по значению государственным университетом Малайзии, а вот с глобальной сетью малайзийских исследований, куда мы, конечно, в силу нашей специализации очень надеемся внести вклад и можем его внести. Если суммировать кратко, то вот на данный момент у нас наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются совместные исследовательские и издательские проекты, обмен лекциями или целыми курсами, в этом смысле пандемия, если можно усмотреть в ней что-то положительное, конечно, очень подстегнуло развитие сетевого формата, то есть это возможно. Именно в силу отчасти пандемии, а отчасти некоторых специфических еще моментов, несколько сложнее осуществить, наладить прямой обмен студентами и преподавателями, но мы, конечно, очень рассчитываем эти проблемы также решить. И добавлю в заключение, что помимо того, что наш факультет дает, в общем-то, уникальные страноведческие курсы, и наши выпускники являются академически подготовленными, высоко квалифицированными специалистами по стране и региону, а не только людьми, знающими язык. Наш факультет также принимает иностранных студентов, предлагая курсы русского языка, русской культуры и русской истории, но и при подключении других факультетов МГУ мы можем предложить и достаточно большой выбор англоязычных курсов. Я очень старалась быть краткой, поэтому здесь я остановлюсь и очень надеюсь, что вот сейчас прямо есть основания говорить о подъеме в нашем взаимодействии с Малайзией, и мы очень постараемся тут свою лепту достойную внести. Спасибо. Большое спасибо, Генея Сергеевна. И я должен сказать, конечно же, все материалы мы отправляем нашим еще зарегистрированным на конференцию всем участникам. У нас не все попали. Была ситуация такая, что у нас зарегистрировались не только из Малайзии. У нас участники были из разных стран, и возникла ситуация в том, что они ориентировались немножко на другое время. Вот этот казус привел к тому, что часть участников не на самой конференции. Ну, первое, мы отправим всем, во-первых, материалы, а это более 360 человек. Потом, если нам еще дадут возможность поделиться информацией с ассоциацией, так мы с удовольствием им отправим информацию об этом, обо всем. Поэтому, конечно же, диалог уже начнется, я думаю, что после того, как мы контакты все передадим. Я хочу сейчас представить Сергея Александровича, Зарянского специалиста, Центра международной студенческой мобильности и рекрутинга уже Уральского федерального университета и тему выступления университет мирового уровня, УРФУ, университет мирового уровня в сердце России. Пожалуйста, с вашего выступления. Здравствуйте, я буду говорить на английском, поэтому попрошу всех, кто английский не так хорошо понимает, не так хорошо им платеет, включить синхронный перевод. Приветствую, я хотел бы поблагодарить организаторов этой конференции и, в особенности, фонд Миквуха Маклая за возможность представить наш университет. И без правовой очереди я хотел бы перейти к делу. Сначала я хотел бы сказать о преимуществах Уральского федерального университета. Наш университет предоставляет многие курсы на английском языке, онлайн и оффлайн, и благодаря нашим партнерам мы также предоставляем и стипендии нашим студентам. Мы также предлагаем возможности трудоустройства нашим студентам и создаем комфортные и безопасные условия. Университет расположен в четвертом крупнейшем городе в России. Это столица Урала, научная, административная и промышленная столица Урала, Екатеринбург, на границе Европы и Азии, прямо в центре России. И этот город был избран как город, где будут проводиться Всемирные летние универсиады 2023 года. Создан университет более сотни лет назад. Он остается образовательным международным центром, образовательным хабом. 36 тысяч студентов обучаются в этом университете, и более 4,5 тысяч из них – это граждане 110 иностранных государств. У нас более 450 образовательных программ на английском, на русском языке. Более 200 иностранных экспертов проводят обучение. Необходимо сказать, наш университет на международном уровне признан учреждением высшего образования, которое занимает 351 место во всемирном рейтинге университета Коккарелли. Также наш университет занимает 5-6 место в рейтинге Шанхая среди научных институтов России. Это тоже следует учитывать, когда вы выбираете университет. Нехватка языковых знаний по-прежнему остается проблемой в сфере образования по всему миру. Об этом уже говорили многие докладчики. Именно поэтому Уральский федеральный университет предоставляет подготовительные курсы для всех, кто желает учить русский язык. По окончании курса можно пройти экзамен по русскому языку как иностранному языку. Это дает возможность учиться во многих университетах в России и в первую очередь в Уральском федеральном университете. Мы понимаем, что изучение такого сложного языка, как русского, непросто. И поэтому мы предлагаем 14 магистрских программ исключительно на английском языке. Средняя цена представлена на слайде. А также можно увидеть фарма отступительных экзаменов. Это собеседование, что может быть проще. На фоне пандемии, вызванной коронавирусом, иностранным студентам может быть трудно приехать в Россию. Но не переживайте. Здесь, в Уральском федеральном университете, вы сможете обучаться и в онлайн-формате. Также я хотел бы упомянуть, что одна из наших целей это технологическое и научное развитие и России, и всего мира. Поэтому Уральский федеральный университет служит проектным центром, образовательным центром, исследовательным центром в Урале и в регионе. И, конечно же, у нас проводятся эксперименты в лабораториях, и молодые исследователи. Являются, многие из них, студентами университета. Многие из них аспиранты. И у них есть легкий доступ ко всем передовым технологиям и возможностям коммуникации. А это сегодня, пожалуй, самое важное. И последнее, но не по значимости, следует сказать, что Уральский федеральный университет имеет возможность разместить у себя более 7,5 тысяч студентов в 16 общежитиях, которые расположены в центре Екатеринбурга. Все эти общежития недалеко от культурных, спортивных и других объектов. Как же студенты проводят свое свободное время? Сказать, что эта жизнь насыщенная, это было бы ничего не сказать. Более 200 спортивных, социальных, культурных мероприятий проходят в течение всего года. И самые успешные студенты могут принимать участие в программах международной мобильности. Также у нас есть адаптационный центр для новичков. И этот центр помогает студентам из других стран почувствовать себя у нас как дома. Почему выбирать? Почему выбирать именно Уральский федеральный университет? Я лично не вижу ничего, чтобы вас остановило это сделать. Но, конечно, выбор остается за вами. Наш университет активно развивается на глобальной арене. Мы укрепляем связи с старыми партнерами и новыми, и привлекая новых студентов со всего мира. Это отличный центр для исследования, для обучения. Мы приглашаем вас стать членом нашей большой семьи. И многие студенты рады к нам присоединиться. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Твиттере. Переходите на наш официальный сайт. Он переведен на шесть языков. И, я думаю, это еще не все. Потом количество языков еще увеличится. И, зайдя на наш сайт, вы увидите насыщенность жизни Уральского федерального университета. Пожалуй, это все. Информацию можно дополнительно увидеть на слайде. Буду рад. Большое спасибо. И, действительно, очень интересно, захватывающе. И настолько много информации вы смогли вместить. Большое вам спасибо. Я должен вам сказать, что у нас же есть вопросы. Вопросов много достаточно. Вот несколько мы сейчас дадим. Выступление. Точнее, желание сказать пару слов есть. Евгений, подскажите, пожалуйста, кому мы даем слово сейчас? Наргиз Сафарова хотела выступить. Да, пожалуйста. У нас только единственное, что две минуты. К сожалению, больше двух минут мы не можем дать. Я хотела, скорее всего, поблагодарить за такие замечательные презентации и за организацию вот такого прекрасного мероприятия. Я считаю, что это абсолютно полезно, необходимое. Потому что даже для таких людей, как я, которые настолько близко связаны с Россией и не только обучением, не только прекрасным знанием языка русского, но и своей личностной истории, даже нам здесь не так все доступно информативно и так понятно. Поэтому это, конечно, очень полезная информация, полезное мероприятие. Еще я хотела подчеркнуть, что связано с Россией в плане истории своей личной не только тем, что жила там, живу там достаточно долго, училась, прекрасно знаю язык, но и тем, что моя бабушка была основателем факультета беспозвоночных в университете МГУ Ломоносова. Поэтому вся эта атмосфера, education, вся атмосфера научная, исследовательская и, конечно, педагогическая, она мне очень близка по духу. И поэтому, конечно, когда речь идет о том, что учиться в России, где учиться, как я могу объяснять это именно с точки зрения знания этого изнутри, как духовной части, как люди будут там жить и как они будут испытывать ту атмосферу, которая там есть. Поэтому я хотела вот это подчеркнуть и сказать, что испытываю особенные чувства, когда проводятся такие мероприятия. Огромное спасибо вам, Николай, огромное спасибо Светлане и всем, кто причастен, кто работает в этом направлении, потому что я знаю, что это огромный труд. А труд – это самое, что должно быть не только высокооплачиваемое, а еще и уважать. Уважать нужно труд, особенно педагогов. Это очень важно. Спасибо вам большое. Вот это я хотела сказать. Большое спасибо, Артемия. И я вам должен сказать, что, конечно, у нас многие трудятся. Мне приятно, что то, как мы с вами делаем дело, оно происходит с душой. Вот за это всем огромное спасибо. Мы вот сейчас должны были за час, полтора часа пролетело. Я смотрю, что никто практически не отсоединился, но буквально несколько часов. Ну, интересно, да, очень интересно. На одном дыхании, поэтому все равно мы будем стараться в час укладываться, но действительно интересно. Поэтому всем огромное спасибо. Я единственное хотел некоторые технические моменты объяснить. Мы должны понять, что сегодняшняя встреча – это встреча для того, чтобы нам увидеть друг друга, пускай онлайн. Мы каждому отправим материалы. Пожалуйста, смотрите почту, и если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы или пожелания, или же вам необходима будет дополнительная информация, отвечайте обратным письмом. Мы также отправим, кстати говоря, и всем дипломы, даже тем, которые зарегистрировались. И я призываю еще к тому, чтобы познакомиться все-таки с сайтом, и одновременно с видео, которое мы сделали по поводу наших достижений. Во-первых, они краткие – 15 достижений, а каждая по минуте. То есть мы постарались буквально за минуту хотя бы рассказать об этом. И вот сейчас Евгений скинет вам эту информацию. Пожалуйста, поделитесь среди ваших коллег, для того, чтобы они могли оставить свои комментарии и мнения об этом. Нам это очень важно, потому что сегодня год науки и технологии. И в разных сферах действительно в России имеется достижение. Хотелось бы, чтобы мы следующие достижения совместно делали большой международной командой во благо всего мира. И это очень важно, когда мы делимся этим опытом. Я хочу поблагодарить Светлану Ковалеву, потому что организация с ее стороны позволила нам действительно привлечь тех людей, которые сегодня нам открывают возможность сотрудничества с Малайзией. И если мы дальше будем так продолжать, я думаю, что это будет во благо и в интересах всех людей, которые сегодня здесь собрались. Технически все сегодня было великолепно. Евгению, нашего превосходного переводчика, я хочу также поблагодарить. Большое вам спасибо. И всем, кто участвовал во всей этой организации, всего мероприятия. Большое вам спасибо. И тогда до новых встреч. Мы сегодня публикуем пост. Вы следите за новостями. Ну а дальше вы помните хэштег Спасибо большое, Николай Николаевич. Огромное спасибо. Хэштег будем использовать. Если вы позволите, одна минутка приветствую наших коллег из Братиславы. Крошкина Ольга. Я надеюсь, что наш проект доедет и в Словакию. И есть предложение от почетного консула России в Пенанге сделать общее фото. Ну вот в условиях ковида мы теперь делаем фринскрин, скриншоты. Если никто не против, можно включить камеры. И чтобы эту фотографию можно было публиковать под первым. Это будет первая публикация с хэштегом Братим. Отлично.